всех приветствую на канале сегодня хотел бы с вами поговорить о книгах что дает книги стоит ли верить и так далее как я к нему отношусь существуют разные книги древние книги которые сегодня поддаются расшифровки не поддаются расшифровки написано в древние времена в средние века современные книги книги которые скажем так написали авторы которые занимались всю жизнь душевным развитием опять же душевное развитие она разная у всех в их понимание я часто смотрю различные видео я вижу что люди далеки от истинного душевного развития потому что а религия смешивается все с религия основа религия поклонение иконам там божествам различным это я сразу отметаю это все тупиковые направления люди которые пытаются постичь природу до изучают там какие-то древние места там древние страны там ездят каким-то монастырям там они ничего не найдут к сожалению до чтобы прийти к душевному развитию нужно быть уже внутри душевно развитым человеком то есть душа уже должна быть развита интуиция должна работать иначе человек будет ходить там не знаю пытаться зайти на гору кайлас искать другие древние места ездить по всему миру там да то есть попытки найти что-то но он там ничего не найдет знание истины они вроде бы где-то рядом но чтобы до них добраться нужно время и понимание и многие люди их пытаются найти через книги у кого нет возможности поехать у кого нет возможности поехали попутешествовать естественно это все делает через книги через интернет у нас на канале есть около 4 5 видео посвященную книгам то есть мы разбирали через контактерство до через ченнелинги сколько правда в каких книгах есть но у каждого свое мнение понимать кто-то верит кто-то не верит и так далее это уже ваше право ваше понимание и так далее сегодня нет ни одной такой книги прямо чтобы ты открыл и почитал эту книгу чтобы там было все идеально на сто процентов и на все темы естественно есть книги более правдивая есть менее правдивая так далее то есть обычному человеку очень сложно разобраться где есть правда где есть ложь и таким образом люди начинают путаться читая одну книгу вторую третью и у них в голове начинается винегрет и люди не могут понять что есть правда что есть ложь каждый принимает то что ближе к его восприятию и понимания если честно там будет написано вы должны голодать там 300 дней в году конечно человек который не может 300 дней в году голодать он не примет другой скажет ой классно я люблю голодать все это моя тема там я в это верю другой скажешь надо выдерживать воздерживаться от секса тогда более правильно развитие 3 скажет я там на одном пальце буду стоять тогда развитие будет прямо вообще идеальная там 4 скажет надо там ехать в какой-то монастырь именно к такому-то автору там да он там научатся ему там все люди в эту сторону и так далее то есть каждый человек верит определенному своему скажем внутреннему ощущению то есть своему развитию есть люди группа людей это раньше когда-то говорил кто у меня постоянно канале находится знают мою точку зрения люди которые уже много прочитали различных эзотерических книг у них мозг закостенела и у большинства и когда попадают ну скажем так к нам на канал эти люди уже не могут воспринимать правильно нашу информацию потому что естественно он уже посвятил очень много лет развитию пониманию перевариваю той неправильной информации которую нашел в эзотерических книгах к сожалению и ну где-то информация правильно процентов 30-40 большинство неправильно естественно человек который доходит до истинно информация у него внутри начинается какое-то несварение да то есть человек не понимает что за информацию мы даем почему во всех книгах это написано роман с насти другое дают то есть если человек не может воспринять большинство информации которую мы даем легко воспринимают люди уже готовы к этому но который еще мозг не засорен огромным количеством эзотерической литературы встречала очень много людей которые дата в каких-то монастырях учились тогда были в тибете там в каких-то странах где определенным образом это все преподается преподносится естественно много людей они на зависли видизме до что вот читают книг видизм все должны жить вот так как ведах написан когда я говорю ребят эти книги были написаны много тысяч лет назад для того времени сегодня это не работает какие-то правила работают общие какие-то сегодня уже не актуальные не работают люди не могут их разделить человек если верит значит верит всему что там написано либо вообще не верит и сложно с такими людьми общаться потому что доля правды здесь есть доля правда здесь есть доля правда здесь есть и каждый выбирает естественно свой правду может быть это и неплохо как бы да то есть мы все развиваемся но наша цель и задача дать именно то что человек максимально быстро может использовать и пойти по прямой дороге то есть не сворачивание налево не направо когда человек это ищет самостоятельно то уходит очень много времени человек за запросто может зайти в тупик а если человек не подготовлен даже попадать на наш канал он также может попасть в тупик и также может заблудиться и не будет непонимание то есть сложный то есть человек что-то принимает потом еще выше раз все дальше он не идет то есть не воспринимает внутреннее состояние человека уже не дает не пропускает его готовность пойти дальше стоит ли читать книги да стоит читать книги но читать книги только в том случае когда вы на каком-то этапе развития находитесь конечно я не призываю слепо нам снасти верить кто там с улицы пришел нам почему вам верить там да я может быть также бы пришел склад чего я должен вам именно верить они тем людям и так далее то есть вы уже сами должны стремиться кому-то да надо попутешествовать кому-то надо что-то почитать там каких-то других авторов посмотреть но не факт что вы выберете правильный путь это сто процентов не факт и свидетельств очень много тому что люди зачастую могут заблудиться и попадая к нам на канал даже есть такие индивидуумы который смотрит наш канал да роман там у вас там начальный уровень развития там все там у вас вообще там детский сад там пора бы вам вырасти идите дальше есть люди которые смотрели когда-то наш канал потом через несколько лет возвращаются опять одно и то же там то есть там вообще трихомудия какая-то там пора бы вам меняться уже то есть такое ощущение что мы не знаю там занимались там порно индустрии да там и вдруг мы там переросли в духовный канал случайно вот то есть если ты говоришь о духовности и развития как бы ты об этом говоришь она не меняется то есть есть какие-то нюансы которые мы познаем отшлифовываем там какие-то могут небольшие правила игры поменяться и так далее и люди которые думают что это как онлайн шоу что за стеклом где постоянно какое-то движение должно быть кардинально все должно постоянно меняться не знаю чего люди хотят добиться тоже странные персонажи вот по поводу книг еще я уже давно некие книги не читаю в плане ну духовно жить конечно я читаю статьи различные там какие-то мысли других людей каких-то журналистов что по сегодняшний мир и тогда это что я не могу во всем разбираться и все узнать по географии что там красивых каких-то местах странах там и так далее местах людях там тогда достижениях да я это читаю но я не читаю душевного развития потому что то что мы даем это достаточно вполне даже с головой выше до для нашего развития те книги которые мы разбираем и анастасия говорит в каких книгах сколько процентов правда то есть вы сами уже можете посмотреть на канале выбрать и естественно прочитав что-то понять больше что-то меньше сегодня очень много может книг попадаться на которые как бы сделаны под старину как вода древним на самом деле авторы тоже или те люди которые хотят их дать естественно хотят направить нас какое-то русло развития на чтобы люди пошли по какому-то пути придумать какую-то новую религию которая объединяет всех людей может быть с одной стороны это и хорошо как бы чтобы не было разделение чем больше разделения тем сложнее но естественно на земле очень много темных их задача разделить людей что постоянно распри были деления какие-то так легче зарабатывать и контролировать и хаос вводить чтоб люди не развивались то есть это все понятно люди всегда мечтают заполучить какую-то книгу где сразу не открыл и там как в эти таблицы умножения так вы должны пойти налево потом направо потом встать на колени помолиться такому-то богу там потом через пять минут пойти поспать потом поесть опять помолиться таких них нет это только может сектантские какие-то книги литература у всех все индивидуально кто-то много медитирует кто-то мало медитирует у кого-то программа насыщенная в детализации прописано у кого-то выбора есть так далее то есть у всех все индивидуально и все вот эти моменты да можно только получать через сущности и многократно проверяя информацию такую глобальную даже то что мы постоянно делаем с разными сущностями понятно у нас есть доступ к сущностям я тоже не могу все спросить потому что обо всем спросить сразу не получится потому что затраты колоссально энергетические идут и стараемся только спрашивать то что полезно людям это что нужно этой планете и иногда даже на себя времени не хватает что-то спросить можем что-то прописать себе дополнительно тоже понимаю что вот эту энергию надо использовать для других целей задач и таким образом книги на сегодняшний день в современном мире они ну именно по эзотерике по душевному развитию для своего личного используя ну не считаю как бы сто процентов необходимостью да потому что очень много неправда написано да с точки зрения чакр там медитации позе лотоса еще какие-то пути развития там и так далее там какие-то места силы этому каждого места силы свои как бы да есть до места где потери энергии идет есть где увеличение энергии но только определенные дни вот на который больше энергии выделяет тогда да и чтобы мы не делали чтобы мы не спрашивали у всех все очень сильно индивидуально как бы вам не хотелось бы чтобы мы давали общую информацию мы тоже может быть хотели сразу все дать чтобы это все было но к сожалению информация на всегда будет узко направлены для каждого человека для каждой ситуации может быть там 5 подходит 10 не подходят эти вещи хотя люди многие часто делятся своими медитациями какими-то но это не факт что у вас именно такая будет можете не попасть и так далее как правильно почувствовать самому во первых если интуиция есть и уже вы ощущаете внутри да что эта информация правильно это неправильно зачастую люди вот ощущают неправильную информацию как правильно то есть ну еще ни разу это люди не могут понять зачастую самому это невозможно сделать то есть когда вы достигнете только определенного уровня развития после этого это можно сделать и периодически когда вы будете присылать нам различные книги которые мы еще раньше не проверяли обязательно и будем проверять когда накопится достаточно литературы опять сделаем ченнелинг и проверим какие-то книги сколько процентов правды и так далее ну и будем это периодически делать по мере накопления удачи всех благ и развиваемся вместе пишите свои комментарии подписывайтесь до свидания